Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александра Костенюк. Всего несколько часов назад закончилась Всемирная шахматная онлайн-олимпиада 2021. И, как и в прошлом году, сборная России отпраздновала победу, победив в этот раз в финале сборную США. Мне довелось играть за сборную России на этом турнире, в том числе и в двух финальных поединках. И в этом видео я хочу рассказать о моей заключительной партии против многолетнего лидера сборной США, многократной чемпионки США Ирины Круш. Я играла белыми фигурами, была разыграна сицилианская защита, так называемый вариант Раузера, где черные развивают двух коней, слон g5, e6, ферзь d2, слон e7, 3-0. И здесь черные вместо более стандартного для хода слон e7, хода 0-0 сыграли a6. Вообще сочетание этих ходов a6 и слон e7 достаточно редко встречается все-таки. Если черные ходят a6, защищая поле b5, они готовят обычно развитие слона на d7, которое невозможно сразу же в этой позиции. Как раз ввиду конь b5 и затем 3-0, и пешка d6 падает. А если уже сделан ход слон e7, тогда после 3-х нулей чаще можно увидеть рокировку за черных. Но здесь черные сбрали a6, я побила на c6, наверное, ход не самый точный. Скорее всего, белым не стоит торопиться со взятием на c6, можно побить слоном на f6, с тем, чтобы на слон бьет f6 уже съесть конь c6 и затем забрать пешку. Поэтому черным приходится брать gf, тогда пойти f4, так как конь c6 все-таки взятие укрепляет центр черным, и играть эту позицию. Эта пешечная структура, она по оценкам современной теории считается в пользу белых, и пешка h очень часто оказывается слабостью. К тому же, так как пешка ушла с линии g, у белых есть сильные маневры с переводом фигур на h5 и нападением на пешку f7. Поэтому, я думаю, белым стоит играть именно таким образом. Но, так как дома я готовила похожие позиции после конь c6 слона f6, решила получить что-то, что дома смотрела перед партией, но не доготовилась немного. Ход 0-0, дома серьезно не был разобран, и здесь пошла своя игра. Дома я в основном смотрела игры с длинной рокировкой за черных, которые они чаще предпочитают на такое продолжение белых. Но Ирина сыграла 0-0, и я решила с открытым забралом броситься в атаку, сыграв ладя h1. Кстати, план у меня был перевод лади по третьей горизонтали, затем подключение ферзя и мат поставить на h7. Попытка таким образом. Не знаю, насколько ход ладя h1 точный. Можно сразу же надвигать пешки на королевском фланге h4 g4, но, по крайней мере, ладя h1 смотрится достаточно планово. Король h8, и здесь, скорее всего, стоило все-таки как-то что-то противопоставить идее с d5. Потому что у черных этот ход в планах, и можно было пока отойти слоном на b3, королем на b1, сделать несколько профилактических ходов, и лишь затем уже что-то делать на королевском фланге. Я сыграла ладя e3. Ирина ответила ладя g8, хотя ход d5 немедленный тоже заслуживал очень серьезного внимания. Могли получиться примерно одинаковые с партией позиции, если бы я избрала ход ферзь e2. Еще у меня была возможность здесь сыграть ладя g3 интересная, потому что ход dc невозможен ввиду ферзь h6 с поражением. На ладя g3 черные могли бы ответить ладья b8, либо ладья g8, либо слон d6. И на доске очень сложная напряженная позиция. Ну, черные сыграли ладья g8 сначала. Я пошла f4, была очень настроена, целеустремленна в этой партии. Но ход f4, возможно, является неточностью. Здесь можно порекомендовать ход ладья g3, затем слон b3. Либо еще интересное продолжение, как мне кажется, ход ферзь e2. Как раз готовясь к подвижению d5, потому что здесь d5 становится невозможным ввиду ed, cd и слон d5. И слон e7 попадает под атаку. После ed ладья бьет e7, у черных не структура, а разбитая корыта. Поэтому после ферзь e2 черным либо смело можно забрать на g2, но для такого хода требуется мужество, потому что кажется, что линия g, которая сейчас скрывается, она скорее пригодится для белых ладей. Однако черные могут продолжать смело поедать пешки. И здесь вот таким вот интересным маневром ладья a6, с идеей ладья g6 защитить своего короля. Но ферзь e2 сыграно не было. Я, как уже отметила, была настроена решительно и двинулась вперед. Последовал абсолютно верный удар в центре d5. И здесь достаточно серьезная проблема, что делать. Если отступить слоном, черные сыграют d4, вилка. И после ферзь e1 фигуру я не теряю, но c5 черный укрепляет свой пешечный центр. Атака у меня вряд ли ладьей и ферзем получится, потому что путем ладья g7 черные хорошо защищают королевский фланг. Но пешечный центр черных уже достаточно угрозен, и белым придется пережить много неприятных минут. Во время партии я сыграла ферзь e2, не только защищая слона таким образом, вскрывая ладью, но и где-то все-таки продолжая мечтать об атаке. И эта позиция один из ключевых моментов этой партии. Черные, как мне кажется, отреагировали не самым удачным образом. Черные сыграли слон d6. Ход возможный и даже, наверное, в какой-то степени сильный, но гораздо проще было пойти в ферзь b6, увести ферзя из подсвязки, вновь создавая угрозу взятия на c4. И если слон отступает, то следует ладья g2, неприятный удар, после ферзи g2, ферзь e3. Поэтому во время партии на ферзь b6 я планировала сыграть ed, но тогда cd, слон d5. У черных есть очень важный промежуток, слон c5, потому что после ed у белых было бы все в порядке, конь d5, затем отыгрывается фигура, и вновь пешечная структура черных оставляет желать лучшего. Но слон c5 следует ход, слон a8, слон e3. И вот в этой позиции, несмотря на то, что материальное равенство на доске, но у черных преимущество двух слонов. И слоны, особенно чернопольный пока слон, грозно посматривают на ферзевый фланг, где спрятался белый король. Возможно, позиция примерно равная, по мнению компьютера, но играть, как мне кажется, чуть проще черным. Еще одна возможность была после хода ферзь e2 отступить слоном не на d6, а на c5. Ну, здесь после ладья h3, либо ладья g3, и у меня достаточная игра, по крайней мере, для ничьей. Все-таки я веду игру против короля. Скорее всего, при точной игре партия должна закончиться в ничью. e5, fe, fe, но перед черными много сложных проблем стоит. Например, здесь ход dc, который хочется сделать, но он ведет к ничьей. К ничьей вот такие. Такая вот ничья могла бы случиться, сыграть черный слон c5. Но они избрали ход слон d6. Опять же, ход, возможно, хороший, но после e5 черные не справились. На сей раз они сделали естественный ход. Наверное, многие бы также сыграли, но этот ход оказался достаточно серьезной ошибкой. Черные побили fe. Почему этот ход является ошибкой, поговорим чуть-чуть позже. На самом деле, вот уже этот вариант, который я вам хочу продемонстрировать, он показывает, насколько важно наличие пешки на f6. Если белые ходят ладья h3, здесь уже можно побить на e5. fe, fe, g5. Но если белые как-то пытаются укрепить свою позицию, усилить и ходят слон d3, то вот здесь вот как раз после хода слон d3 очень важно иметь пешку на f6, чтобы сделать ход f5, перекрывающий эту диагональ. Если белые здесь пойдут слон d3, в принципе, черные, видимо, успевают сделать ходы fe и f5. Но в партии, на мое счастье, последовал ход fe. fe. И здесь черные пошли слон c5. Еще один неаккуратный ход, хотя я думаю, что именно с этой идеей и было сыграно слон d6. То есть Ирина уже видела идею с развязыванием по линии d, но выигрыш этой фигуры, он нежелательный для черных. Черным прежде всего нужно было укрепить короля. Это можно было сделать либо ходом слона f8, но после размена на e5 все-таки пешки на f6 уже нету, чтобы перекрыть диагональ b1 h7. И черным было бы не так просто защищаться, потому что слон d3 вместе с ладьей на h3 очень уже помогает белым в атаке. Но в партии все закончилось быстро и очень красиво. Достаточно, наверное, неожиданно. Кажется, что позиция полна борьбы. Последовала слон c5. Я перевела ладью на h3. Ладья долго стремилась на это поле и попала туда. Ферзь g5, король b1. Ну и здесь Ирина помогла мне создать небольшой шедевр, сыграв dc. Конечно, брать было по большому счету нельзя, потому что это приводит к крушению позиций черных. Но и так позиция уже очень-очень неприятна. Например, после ферзи g2 может последовать ферзь h5. Грозит мат. Если черный ходит ферзь g7, следует слон d3, h6 и ладья f1. Красивый ход. Белая ладья подключается к атаке. Угрожает ладья f7, ладья f6. И черные беззащитны. Если после ферзи g2, ферзь h5 черные защищаются путем ферзи g6, следует ход ферзь h4. И вновь слон d3 очень-очень неприятная угроза. Если черные побьют на c4, то этот слон в качестве приманки используется белыми, в качестве отвлечения пешки с d5. Потому что пешка d5 это не только красивый пешечный центр, но еще и контроль над полем e4. Как только пешка с d5 уходит, белые ходят конь e4, и выясняется, что конь приближается к королевскому флангу. Но когда он встанет на f6, королю в углу станет очень-очень неприятно. Ну и конь dc5 тоже, конечно, можно сыграть. От этих двух угроз очень тяжело защититься. Если слон уйдет, например, то последует конь f6, ладья g7, ладья g3. И давайте продлим вариант ферзь f5, ферзь h6. Очень много красивых матовых сетей здесь можно сплести. Все заканчивается изящным матом. Поэтому после король b1 уже очень непростая перед черными задача, как здесь защищаться слон d3, ладья g3, ладья h7. Все это нависает над черными. И неудивительно, что Ирина, уже сделав ходы слон d6, слон c5, ферзь g5, и намереваясь съесть на c4, решила завершить свой план и быть принципиальной и последовательной. И съела на c4, но, как я уже отметила, с уходом пешки с d5 пропадает контроль над полем e4, над этим центральным полем, которое оказывается ключевым фактором для победы белых. Потому что конь приходит на e4, красивая вилка. И кроме вилки еще намерение серьезное пойти на f6. А после ферзь бьет e5. Кажется, что еще немножко, еще чуть-чуть, и все проблемы черных останутся позади. Но не тут-то было. Следует ладья h5. В партии последовало f5. Я еще во время партии считала ферзь g7. И здесь, как мне казалось, очень важно включить ладья g5 в ход. Потому что на ладья бьет c5. Еще думала я, есть какая-то игра после ферзи g2. Но на самом деле и здесь после ферзи g2, ферзи c4 позиция абсолютно безнадежна, слишком слаб король черных и черные поля вокруг него. Но я собиралась ходить ладья g5. Это на самом деле сильнее. И здесь ферзевый фланг очень отчетливо видно. Не развит из черных. Так и не успели они развить свой ферзевый фланг. И это сказывается. В партии черные сыграли f5. Я пошла конь g5. Создаю угрозу мата. Во время партии считала ход ферзь g7. Здесь тоже бы последовала ферзь e5, скажу вам по большому секрету. Ну а в партии все получилось более форсированно. Ферзь c7 тоже последовал ход ферзь e5, отвлечение. В случае ферзь e5 вновь мы видим вот эту матовую конструкцию. Ну а после ладья g7 здесь уже много возможностей выиграть. То есть можно начать с ладья h7, можно начать с ладья d8. Но все это комбинации на тему отвлечения, перегрузки. Ферзь черных перегружен. Он защищает поле g7 и поле d8. И следует изящная, достаточно простая комбинация. Ладья d8 шах, ферзь d8, ладья h7. Ну и спасибо Ирине, что позволило мне завершить эту партию матом, не сдавшись за ход до этого. Вот такая вот партия. Очень сложная борьба, сложный дебютный вариант. Достаточно обоюдоострое. Мне, конечно, несколько повезло, что вот получилось так, как получилось. Очень быстро и убедительно удалось победить. Но, как вы видите из этого анализа и обзора, все далеко от очевидного. И черные могли перехватить инициативу. Поэтому все хорошо, что хорошо заканчивается. Я, конечно, поздравляю сборную России с победой. Это победа всех ребят и девчат, всех участников сборной, тренеров. Российской шахматной федерации, которая очень много сделала для того, чтобы эту победу одержать, и делает каждый день. Так что продолжаем двигаться вперед. Надеюсь, вам понравилось следить за онлайн-олимпиадой на каналах Ческумру. Но шахматная жизнь продолжает бить ключом. Очень много партий играется ежедневно. Так что мы не останавливаемся на месте. Нет времени почивать на лаврах. Впереди нас ждет очень много интересного. Надеюсь, вы будете с нами. Не болейте, играйте в шахматы. И до скорых встреч. Увидимся.